Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я буду рисовать акварельную иллюстрацию. Для нее я буду использовать такую интересную палитру для акварели от бренда Other White. Это российский бренд, который производит экологичные товары. В их ассортимент входят палитры и также кюветы из 100% переработанного пластика, что невероятно круто, я считаю. Палитра состоит из двух главных частей, она складывается и надежно закрывается. Внутри палитры мы видим кюветы разного размера. Они есть маленького размера, среднего и большого. Я выбирала, кстати, сама, сколько у меня будет каких кюветок. Они все крепятся при помощи магнита. Благодаря этому можно спокойно менять местами кюветы, когда вам этого захочется. И должна заметить, что встроенные магнитные вставки прочно держат кюветы внутри. А саму палитру можно разделить на две части, перетащив на одну те кюветы, которые вам нужны. Палитра подходит для водорастворимых красок и буду я ее заполнять красками от Shinhan Art серии Professional Watercolor. Их мне отправили MPM Art, дистрибьютор художественных товаров в Россию. Они представляют огромное количество зарубежных брендов. Мои самые любимые это Royal Talent, Sakura, Kawiko и, конечно же, Shinhan Art. Поэтому большая благодарность MPM Art за такой подарок. В наборе у нас 32 цвета, чубики по 15 мл. И на каждом чубике есть стандартная информация, то есть название цвета, номер цвета, какой серии относится цвет, светостойкость, прозрачность и укрывистость. Еще можно прочитать на чубике из каких пигментов состоит краска. Однопигментная ли она, двухпигментная или трехпигментная. Давайте выдавим все краски на палитру, а потом будем делать красивые выкраски в виде растяжки, где мы будем использовать саму краску и далее краску с водой, чтобы посмотреть, какая она становится полупрозрачная. Вся цветовая палитра Premium Watercolor от Shinhan Art состоит из 104 цветов. Это очень яркие, насыщенные оттенки. У нас 32 цвета, что довольно много. А представьте еще те оттенки, которые будут получаться от смешения уже имеющихся цветов. Это просто цветочный цветовой бум будет. Для меня это первый опыт с акварелью от Shinhan Art. Я рисую акриловыми красками, масляными красками Shinhan Art. Очень их люблю за насыщенные цвета и просто приятную текстуру. И в акриле, и в масле она невероятно удобная для лисировок, очень классная для пастозных техник. В общем, я люблю Shinhan Art. Но в акварели, если мне память не изменяет, я не пользовалась вот таким целым набором. Возможно, у меня были одиночные цвета, которые там и сам валялись, но вот полного набора у меня еще не было. Поэтому для меня самой очень любопытно сделать выкраску, посмотреть на цвета и выявить для себя те оттенки, которыми я буду чаще всего пользоваться. А ими, спойлер, конечно же, будут те цвета, которые имеют наивысшую степень светостойкости, так как я стараюсь пользоваться только такими красками, чтобы со временем мои работы не теряли в цвете, не теряли в яркости. Ну вот и все, 32 цвета выдавлены на палитру. Очень красивые, вкусные, яркие. Теперь самое время сделать выкраски. Первым у нас пошел цвет номер 548, Permanent Yellow Light, или же желтый, светлый, перманентный. Температура у него теплая, это такой стандартный желтый цвет, который хорошо пойдет в базовый набор цветов. Сверху мы видим уже холодный желтый, лимонную желтую. Делаем растяжку водой и видим примерно, какой эффект будет от лессировок. Третий цвет у нас желтый, темный, перманентный. Видим, что оранжево-желтых оттенков довольно много. Сверху цвет Cadme желто-оранжевый, они довольно похожи с предыдущим цветом. Здесь пошел цвет желто-оранжевый, перманентный. А далее Vermillion, невероятно красивый, оранжево-красный оттенок. Далее у нас желтая охра, похожа на стандартную охру, то есть можно использовать там, где нам нужна охра. И дальше зеленовато-желтая. Далее у нас два оттенка из семейства коричневых, коричневатых оттенков. Это у нас Умбра натуральная и Жонная сиена. Они могут подойти для работы с портретами, когда кожа у нас имеет теплую температуру, теплый оттенок. В смесях, конечно же, в чистом цвете мы не будем использовать. Так и хорошо пойдет для природы. Далее пошла красная светлая, это 663 оттенок, что-то между красным и коричневым. Сверху пироль, такой настоящий истинный красный, можно сказать. Далее у нас идут розово-красные оттенки, это 508 розовый-мореновый и красный квинокридон. Потом у нас идет очень красивый глубокий кармин и сверху опера, барби цвет. Он запоминающийся, он интересный. Одно только но, он не светостойкий. Теперь перейдем ко второй группе цветов. Там у нас все коричневые, зеленые и синие с их разнообразием оттенков. Начинаем с сепии, дальше идет коричневый ван дайк 2. Это более таких два нейтральных коричневых цвета. Далее идет коричнево-красная и жженая умбра. Они у нас более насыщенные, имеют оттенки в себе немножечко красноватые. Я бы сказала, что это два очень благородных, красивых, глубоких цвета. Их, кстати, можно получить смешением предыдущих коричневых с красными оттенками. Начинаем рассматривать зеленые цвета. Сначала у нас идет оливково-зеленое. Конечно же, этот цвет будет использоваться для листьев на деревьях, для травы, для кожи, когда дело касается портретов. То есть, это такой универсальный цвет. Обычно он у меня всегда есть в палитре. Далее у нас зеленый сок, травяной цвет. Тоже для природных сюжетов хорошо пойдет. Потом у нас идет кадми зеленый, светлый, неоновый оттенок, собрат оперы, я бы сказала. Далее у нас изумрудные оттенки зеленых. Это зеленые хукера и веридиан. Веридиан, конечно же, гораздо более холодный цвет. Синие оттенки у нас открывает индико. Это тоже один из моих постоянных цветов в палитре. Обязательно нужен, особенно когда нужно затемнить какие-то области в тенях. Далее, синий павлин. Интересное название, цвет тоже очень красивый. Потом мы видим синий лазурный имитация. Конечно же, для воды, для моря будет красиво. Потом кобальт синий имитация. Прусская синяя. Ультрамарин глубокий. И последний цвет фиолетовый перманентный. Я люблю иметь в палитре хотя бы один фиолетовый оттенок, даже если его можно смешать из красных, синих или розовых и синих. Все равно мне нравится, когда у меня есть настоящий фиолетовый. Такая вот выкраска получилась. Здесь некоторые цвета уже подсыхают. Некоторые довольно мокрые, вы можете видеть. И оставят красивые разводы. Как я уже говорила, палитра у нас богатая. На любой вкус и цвет. Практически любой сюжет можно нарисовать. Давайте теперь займемся экспериментами. Будем смешивать два рандомных цвета, чтобы посмотреть, какие у нас будут новые оттенки получаться. Я тут уже не буду называть цветов. Какие-то вы и так знаете или узнаете. Наша задача это понаблюдать за способностью красок. Воссоздавать новые оттенки. Насколько они будут гармоничные. Насколько они будут красивые, естественные. Мы уже сделали несколько комбинаций. И видим, что новые цвета иногда напоминают уже существующие. Это значит, что для рисования нам не нужны все 32 цвета. Не нужно 24 цвета. Нам достаточно около 10, я бы сказала. Можно даже меньше. Но для комфортного пользования я бы все-таки оставила палитру где-то в 10 цветов. Хотя многие художники работают с еще более меньшим количеством. Я считаю, что процесс работы художника должен быть выстроен так, чтобы он приносил максимальное количество удовольствия. И давал максимальный комфорт. Иначе зачем все это? И для максимального комфорта мне, например, нужно чуть больше, чем базовый набор. Базовый набор, я имею ввиду тот самый набор из 5-6 оттенков, из которых можно намешать все что угодно. Так называемый ограниченный набор палитры или ограниченная палитра. Мне все-таки нужно около 10 плюс-минус. Чем больше, тем лучше, так как некоторые оттенки невозможно воссоздать. Даже смешивая, ты хоть намешайся сколько угодно, ты не сможешь смешать тот пигмент, который, допустим, есть из тюбика. Что-то похожее, что-то подобное выйдет. Даже, возможно, очень близко. Но точь-в-точь воссоздать из тюбика будет сложно. Вся цветовая гамма этой линейки 104 цвета, поэтому можно найти очень любопытные оттенки, допустим, сирень, желтый бриллиантовый, который похож на что-то между бледно-желтым и персиковым, лавандовый, синий морской и так далее. Их очень много. Мне было бы очень интересно попробовать некоторые из этих цветов, тем более у меня остались пустые кюветки квадратные маленькие, в которые я могу выдавить новые цвета. Давайте теперь поговорим о характеристиках наших цветов из этого набора. Первая характеристика это степень светостойкости. Она обозначается тремя звездочками, двумя звездочками и одной звездочкой. Конечно же, самая высокая степень это три звезды. Это у нас приблизительно 90 лет при правильном хранении, то есть около 90 лет ваша картина будет сохранять свои оттенки, свою сочность и яркость. Две звезды это 60 лет, что тоже довольно неплохо. Это средняя светостойкость и одна звездочка это низкая светостойкость. Это около 30 лет. Из этого набора у нас 16 цветов имеют высокую светостойкость, 14 цветов имеют среднюю и два цвета имеют низкую светостойкость. Это опера и вермиллион. Очень красивые оттенки, но к сожалению светостойкость не очень высокая. Ими конечно можно пользоваться, допустим, если вы хотите фотографировать свои работы на камеру или же сканировать и вам особо оригинал не важен, как он будет сохраняться, то вполне можно и работать с одной звездочкой. Сохранность 30 лет также это довольно немало, ни один, ни два года, а треть нашей жизни. Давайте вернемся к нашим выкраскам. Там, где я стала использовать больше, чем два цвета, я пробую намешать похожие оттенки, как из тюбиков. Допустим, здесь у меня два цвета, один сверху, другой снизу. И цвет снизу я уже добавлением какого-то другого цвета пытаюсь вывести в тот, который сверху. Мы об этом как раз таки и говорили, что это можно сделать, цвета будут довольно похожими. И здесь мы можем смотреть на смеси, которые вышли. Очень красивые, в голове уже продумываются сюжеты, где можно их использовать. Благородные, мягкие, где-то звонкие. Степень прозрачности также у всех цветов разная. Это отмечается квадратиком. Квадратик, если полностью прозрачный, это прозрачный цвет. Если он прозрачный, с линией, это полупрозрачный цвет. Если наполовину закрашен черным треугольником, наполовину светлым треугольником, это полуукрывистый цвет. Если полностью черный, то это уже такой укрывистый цвет, более плотный. В нашей палитре укрывистых цветов нету. Есть 23 цвета, которые прозрачные. 3 цвета полупрозрачных и 6 цветов полуукрывистых Уже на этапе выкраски примерно понятно, какой цвет прозрачный, какой полупрозрачный, а какой полуукрывистый Потому что при контакте с водой ты уже чувствуешь, насколько он тоненький, насколько он плотный Кисть, которую я делала в выкраске и которой сейчас рисую, это один из моих фаворитов для работы с акварелью Я просто полюбила ее и вряд ли отпущу Это кисть Леонард, синтетический ворс и французское крепление И этот синтетический ворс вообще не уступает натуральному Я люблю синтетику, так как это не вредит животным И в целом сейчас современная синтетика настолько же мягкая, настолько же впитывающая То есть почти как натуральный ворс Работаю на бумаге английской Saint Cuthbert's Mill называется Это стопроцентный хлопок Я люблю работать на хлопке Как кисточка, так и бумага у меня из моего любимого красного карандаша Там можно найти почти все В качестве референс фотографии я взяла кадр, который мне очень приглянулся Фотограф Хаин Лин сфотографировал в Монголии прекрасную девушку с козочкой И я решила взять за основу своей работы Немножко поменяла волосы, поменяла лицо девушки Сделала совершенно другое платье И козочку оставила такой же В качестве платья референса я взяла свое красное платье Тувинское И тувинское пальто Я надела эти два наряда и села примерно в такую же позу, чтобы мне было проще рисовать Первые слои у меня полупрозрачные Я не набираю много краски на борз Просто чуть-чуть совсем И использую много воды Поэтому набираю тон постепенно Работать этими красками одно удовольствие В составе у них высококачественные синтетические пигменты И гумиарабик высшего сорта Что касается состава именно пигментного То 27 красок из 32 в наборе у нас состоят из одного пигмента И только 5 состоят из двух пигментов Если вы знаете, то краски акварели могут состоять из одного пигмента Из двух, из трех, из четырех И даже из пяти есть, если не ошибаюсь То есть это нормальное количество В количестве пигментов нет ничего плохого Это значит просто, что краска была создана из какого-то определенного количества пигментов Потому что для того, чтобы добиться этого оттенка Им потребовалось смешать несколько пигментов И работать ими тоже надо Можно, ничего страшного Просто нужно знать и уметь ими обращаться То есть нужно знать, как распадается краска Как ведет себя в контакте с водой Распадается ли на 2-3 цвета Потому что такие краски тоже бывают Гранулированная она или нет Какие эффекты она дает Также нужно знать, какие оттенки будут получаться при смешении этого цвета С другими, с какими-то определенными Если это ваши частые комбинации Просто нужно знать, что получится на выходе, так скажем И пользоваться всеми красками И однопигментными, и трехпигментными Любыми Но именно в данном наборе Количество однопигментных красок Конечно же просто огромное Почти все краски из набора состоят из одного пигмента Это довольно примечательно Поэтому если вы любитель однопигментных красок То присмотритесь к этому набору Или к этой линейке от Шинханарт Если вы начинающий художник в акварели То также присмотритесь Так как считается, что для начинающих Лучше всего использовать небольшое количество красок И однопигментных Потому что они очень чистые, прозрачные И при смешении друг с другом не дают грязь Грязь, так называемая, получается тоже от незнания Но чем больше у вас опыта Тем меньше она у вас будет выходить Так как вы будете уже знать, как работают пигменты друг с другом Постепенно я начинаю больше и сильнее набирать тон То есть побольше краски, побольше цветов на ворсе И работаю уже более смело Так как первоначальный тон у меня уже задан И я знаю, как двигаться дальше Я работаю слоями, то есть лисировками Но также вижу, как можно красиво использовать эту акварель В техниках по-сурому Когда вы набираете сначала на кисточку много воды Точнее впитываете в ворс много воды Наносите эту воду на листочек Потом лист у вас становится влажным И уже по этому влажному листу начинаете наносить краски Или оттенки, которые у вас смешаны за благовремя на палитре То в таком случае тоже могут получиться очень яркие, красивые работы в один присест Чаще всего я работаю, конечно же, слоями Очень долго, по много часов, по много дней Но если дело касается каких-то быстрых скетчей То могу работать по-сурому Или же, когда мне нужно задать фон одним слоем То тогда тоже могу применить технику по-сурому Я уже начала работать над деталями Такие, как складки на пальто, складки на платье Какие-то отдельные пряди волос выделять Черты лица, брови, глаза, губы Я буду их еще более темнее и насыщеннее делать Пока что все слоями до сих пор Но самые темные участки уже прорисовываются В этом рисунке я хотела воссоздать чувство умиротворения Чувство какого-то тепла, ветра летнего Ветра в волосах Чего-то очень мягкого и нежного Я представляла, что сзади это у нас голубые тувинские горы Я тувинка из республики Тува У нас необычайно красивая природа В любом уголке Тувы очень живописно Можно приезжать и отдыхать И эта природа вдохновляет меня постоянно Национальные мотивы и настроения Уже встречались у меня в работах ранее Я раньше рисовала тувинских красавиц Тувинскую природу Но сейчас мне хочется изображать этого больше В своих картинах Я хочу больше показывать красоту природную Красоту культурную Своей родиной И почаще уже использовать подобные сюжеты Планирую больше и глубже отражать Национальную идентичность в своих картинах Даже если это не что-то очень историческое Что-то специальное Понимаете, о чем я? Даже если там будет всего лишь флер Чего-то тувинского Какая-то маленькая деталь Или приправа Или просто настроение Я буду смотреть, в какую сторону Будет развиваться мое творчество В какую сторону я буду уходить В общем, мне самой интересно Но я хочу, чтобы в нем было что-то тувинское Потихоньку близимся к концу работы Я уже ее буду заканчивать Там, где видно палитру Вы можете наблюдать, какие оттенки примерно я смешивала Что у меня получалось перед тем, как наносить на бумагу То есть я использовала огромное количество разных оттенков Я это делаю интуитивно, поэтому не стала расписывать, что с чем смешивала Потому что пришлось бы расписывать все видео Кстати, в течение работы я подвигала кюветы Вы помните, что все цвета красно-оранжево-желтые у меня находились слева А теперь слева у меня находится на палитре кюветы для смешивания Потому что мне удобнее держать кюветы для смешивания ближе к своей работе Большую часть работы я сделала кистью, которую показывала ранее Леонард Но также использовала кисти потоньше Это у меня Ван Гог и Гамма Модерн Тоненькие кисточки, особенно Модерн Это синтетическая кисточка, поэтому ею легко делать тонкие линии Так как она хорошо держит свою форму Кисть Ван Гог из линейки 1.1.1 Royal Talents Покажу поближе нашу звездочку Кисть Леонард И палитру, которая помогла нарисовать всю работу мятного цвета У нее, кстати, есть еще другие 4 стильных цвета Вот и наша готовая работа Спасибо большое, что досмотрели видео и что были со мной Желаю всем удачных экспериментов в акварели Пока!